С дальше в боку, блин. Сейчас, сейчас. Готовы? Да, поедем. Сотни мешков с телами убитых российских военных. Их свозят сюда в специальные вагоны-рефрижераторы со всей Киевщины. Некоторых везут даже из-под Харькова и Чернигова. На каждом мешке указана местность, откуда привезли труп и дата. Большинство из них тут уже несколько месяцев. Почти каждый день этот поезд смерти принимает новые пакеты. Их складывают экономно, так, чтобы хватило места следующим. У большинства из них уже нет ни имен, ни лиц. Обгоревшие, разорванные, облоданные дикими животными. Они много недель лежали где-то под открытым небом, потому что их не смогли или не захотели забрать их товарищи-россияни. Некоторые мешки совсем маленькие. В них лишь фрагменты тел, которые невозможно опознать без ДНК-экспертизы. Один из украинских военных из этой группы по транспортировке и поиску погибших военнослужащих строго предупреждает журналистов. Мертвые тела нельзя демонстрировать без частичного закрытия кадра. Будут раскрываться мешки, чтобы это не порушило морально-этичные нормы. Это вам нужно будет на вашем видео закрыть, чтобы защитить права померлых. Они тоже имеют свои права, соответственно, международной конверсии и международного гуманитарного права. На некоторых мешках есть фамилия. Это те, у кого уцелели документы или нашибки с именем. В таких случаях украинские власти оповещают родственников России. Вот здесь можно прочитать фамилию Бельтиков. Певные государственные структуры и правоохранительные органы, и вызначенные государственные установки находят родственников. Такая работа ведется, и есть уже певная количество желающих, которые готовы забрати тела своих родственников. Но, опять же, на данный момент, на международном уровне, через отсутствие соответствующей инициативы с боку Российской Федерации, нема механизм, как это можно все дело вырешить. Россия многочисленные призывы забрать своих мертвых просто игнорирует. Ведь брошенные погибшие могут считаться пропавшими без вести. А значит, российское правительство существенно сэкономит на компенсациях. Вполне возможно, что эти сотни мертвых россиян так и не вернутся на свою неблагодарную родину. Если Российская Федерация будет зацикавлена в том, чтобы эти тела звезды забрать, Украина их, конечно, отдаст. Если такой зацикавленности не будет, они будут находиться, тут сберегаться, столько времени, сколько вызначить уряд нашей страны. А после того, за кошты державного бюджета, будут захоронены. Те, кого удалось идентифицировать, будут похоронены под своими именами. Похованный там сержант Иванов, військовослужбовец, края агрессора. Те, кто не идентификованы, будут похованы, как неведомый військовослужбовец и края агрессора. Украина придерживается международных норм и по отношению к погибшим врагам. Шокируют, как со своими павшими обходятся сами захватчики. Из разговора перехваченного СБУ стало известно об огромном могильнике под Донецком. Там тела погибших лежат под открытым небом, как на свалке. Российский военный рассказывает о женщине, которая несколько дней искала там своего родича. Охранники могильника богатеют за взятки, помогая родственникам искать своих по нескольку дней, переворачивая тела, лежащие там слоями, один на другом. Тем временем в России продолжают лгать о том, что погибших военных в Украине лишь чуть больше тысячи. Свою ложь о военных потерях в Москве засекретили, наложив гриф военной тайны. Так что очень многим из тех, кто верил, в своих не бросаем, придется остаться навеки забытым и брошенным в украинской земле.